Вон дерлайн была в Азербайджане, подписала договор поставки газа и нефти для того, чтобы это очень при том лицемерно избегать покупать у России. Но ведь это именно русский газ и нефть, который просто идет транзитом через Азербайджан. Так что благодаря этому Азербайджан зарабатывает деньги и играет роль. Им нужна Украина и Азербайджан против России. Так что они на Азербайджан все ставят. Почему Израиль помогает Азербайджану? Конечно, у них есть другие тоже причины. Но в общем-то, потому что именно они хотят, во-первых, они исполняют то, что им говорят хозяи, а во-вторых, потому что это нужна игра союзников, в том числе против Ирана. Иран помогает Армении. Понимаете? То есть, да, это при том, когда Пашинян признал, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, никто его не просил этого делать, не заставлял. Просили-то просили. Но просили кто? Именно американцы и Евросоюз. Это огромная глупость, которую он сделал по идеологическим причинам и потому, что он юнг-лидер. Но это, по-моему, для Армении катастрофа была. Ну вот, так что на что надеяться? Более-менее ни на что. Ну, здесь у Макрона игра своя, в том числе по отношению к диаспоре армянцев. Но, к сожалению, Франция не сможет помочь Армении на уровне. А Евросоюз, может быть, что-то и скажут. Но это будут слова. А как вы знаете, это старый принцип. Словесные обещания, они на самом деле обязывают только тех, кто в них верит. Армения, то есть то, что остается от Армении, настоящая сегодняшняя Армения, это все-таки камушки. Это не интересует людей, которые больше интересуются нефтью. Видите, то есть это жестоко. И тут, если Армения выжить, то это благодаря ее стратегическому значению, нахождению, местонахождению. А это местонахождение важное для Ирана, который, между прочим, довольно деликатно должен действовать, потому что у него все-таки, ну, скажем так, ну, треть населения, может, четверть населения азербайджанцев. Поэтому ему надо все-таки осторожно. Но он все-таки в его стратегических интересах поддерживать Армению. И исторические, и стратегические интересы России. Так что для Армении геополитический интерес, по-моему, играть на Иран и на Россию. Я понимаю, что сейчас это не очень просто. Так что надо, конечно, не ссориться ни в коем случае с Западом. Конечно, очень приветствовать, что там Макрон выступает с такими хорошими словами, что посылает туда там несколько машин бронированных. Но, в общем-то, не надо на это особенно надеяться. Это надо использовать в нынешних стратегических и геополитических реалиях. Но надеяться на это, по-моему, была бы ошибка. Единственные два друга, ну, можно сказать, друга, ну, геополитические друга, друзья, это Россия и Иран. Вот. И это гораздо будет более прочно для Армении. Армении надо выжить. И мы все хотим, чтобы Армения выжила.